МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это не много, не мало, 750 тысяч рублей. На привлечение школьников и студентов к фундаментальным исследованиям по искусственному интеллекту в роботехнических системах. Очень сложное название. Расскажите, пожалуйста, что это был такой за конкурс и какую идею представил от себя Севастополь? Это конкурс, как вы уже сказали, объявлен Российским фондом фундаментальных исследований совместно с правительством Севастополя. Конкурс называется «Наставник». Заключается идея о включении, создании группы во главе с преподавателем, группы студентов, группы школьников, которые бы участвовали и параллельно учились бы основам создания управления сложных систем. Но мы выбрали робототехническую, человекоподобную робота и использовали для этого подходы искусственного интеллекта. Вот такая была задумка. Весьма интересно. Юрий, расскажите, пожалуйста, чуть поподробнее, что это за проект, что это за такой робот? Нам нужно создать манипулятор, который как раз очень похож на человеческую руку, плюс нам нужно собрать как раз-таки базу для этого манипулятора, плюс подключить искусственный интеллект, чтобы это все управлялось искусственным интеллектом. Достаточно сложный проект. А чем конкретно вы занимаетесь в этом проекте? Я как раз-таки занимаюсь прототипированием руки манипулятора, плюс помогаю со сборкой каркаса. Вот расскажите, пожалуйста, что это будет за такая волшебная рука? Как она вообще, что это такое, как она будет представлена? Мы можем увидеть на разных заводах, как есть у нас руки, которые помогают переносить всякие грузы. Вот у нас будет что-то похожее, только чуть-чуть в более маленьких размерах и не стабильно, не зафиксировано, а именно на платформе, которая будет передвигаться. В чем конкретно она может помочь, допустим, на производстве? Ну, на производстве мы не будем ее использовать, а используем ее как раз-таки под водой. Это как раз-таки заменит нам водолазов, поможет заменить водолазов, потому что водолазам под водой может быть холодно. Весьма интересно, Вадим Александрович, насколько я знаю, что в исследовательскую группу отобраны четверо школьников в возрасте от 15 до 18 лет и трое студентов кафедры. Чем они будут заниматься? Ну, Юрий уже сказал свою часть. То есть работа такая комплексная, она подразумевает, как и решение математических задач, решение написания программ и создание конструкции, также проведение каких-то экспериментов. Значит, основой идеи был робот, прототип знаменитого Федора, который прилетен в космос. У нас его есть, как бы, образец. И идея этого робота в том, что он человекоподобный. То есть вот у него манипуляторы сделаны по подобию человеческих рук. И вот наша задача была не просто разработать систему управления, а вот задача самого этого конкурса – попытаться создать такую группу, разновозрастную группу, как сейчас можно говорить, энтузиастов. То есть это такой элемент проектного кружкового движения, чтобы это было сквозное обучение, как бы связь между школьниками, студентами и преподавателями. Вот такая группа совместно, отдельно я хочу сказать спасибо, Малой Академии Наук нам помогли, и мы вот создали вот такую группу. Правильно ли я понимаю, что… Вы правильно сказали, что группа разновозрастная, то есть я думаю, что с Вашей стороны это будет написание каких-то научных трудов. Со стороны студентов – это, как сказала Юрия, разработка конкретного какого-то проекта. А чем будут заниматься школьники? Ведь ребята еще не поступили в университет, они еще не знают каких-то серьезных фундаментальных наук, базы никакой у них нет. Вы знаете, они очень легко обучаемые, то есть если Вы заметили, что это всего лишь четыре человека, и там был определенный отбор этих ребят, они победители каких-то конкурсов, каких-то грантов, то есть это не среднестатистический школьник. Наша задача такая, что за какой-то короткий период дать им основы математические, а дальше первая задача, которую они будут решать – это программирование. Программирование вот этих систем на базе наших математических подходов. Надо сказать, что ребята очень легко воспринимают, и с ними очень легко работать именно в программировании. То есть если, допустим, разработать какую-то новую математическую теорию, они еще не смогут, но включившись в работу через программирование, они уже начнут расти и как специалисты, и как личности. В проекте фигурируют такие временные рамки, как два года. Почему два года, и что за эти два года Вам нужно успеть? Планы у нас достаточно большие. Проект двухгодичный, и система такая, что мы в течение первого года должны освоить математические подходы, написать программы и сделать прототип руки робота по аналогу вот этого знаменитого Федора. По этапу этого года наши школьники должны выступить на конкурсах по всей России. У нас должна быть написана статья в рейтинговом журнале, и итоговый отчет. И если наш результат будет признан нормальным, комиссией Фонда фундаментальных исследований, то этот проект будет продлен на второй год. А в планах второго года это уже опускание этого робота под воду. У нас в этом году на нашей кафедре планируется строительство такого бассейна четырехметрового, где мы можем уже тестировать вот эти все эти вещи. Очень интересно. Юрий, расскажите, пожалуйста, ведь какой для вас в этом интерес? Ведь что такое студент? Это такой очень легкий молодой человек, который интересуется спортом, девушками. Почему роботы? Почему такая сложная схема? Ну, спорт девушки, это, конечно, интересно, но нужно думать про свою дальнейшую жизнь. Как раз-таки участие в этих проектах дает очень большой опыт, знания, умения. Как раз-таки это мне сейчас интересно. Когда проявилась у вас любовь к роботам? В классе в десятом, даже в девятом классе. Как раз-таки какие-то первые соревнования были. Что-то нам предложили случайно поучаствовать. И как-то оно вот так вот все пошло-поехало. Уже есть какие-то свои маленькие роботы, какие-то проекты, которые вы сами собирали? Да, конечно, роботы есть. У меня большое участие на соревнованиях, большой опыт участия на соревнованиях. Плюс сейчас я педагог в Малой Академии Наук. И как раз-таки своих детей я вожу на различные соревнования. Последние из которых – это в Казани российская робототехническая олимпиада. Ничего себе! И вот вы как педагог. Как оцениваете успехи Севастополя в масштабах России? Ну, Севастополь очень хорошо движется. Показывает свои результаты на соревнованиях. А в Севастополе действительно большая база. Хорошая база. Юрий поскромничал. Я знаю, что на этих соревнованиях они заняли второе место. Вот на всероссийских соревнованиях. А также вот группа уже студентов в этом году принимала участие во Всероссийской олимпиаде по подводной робототехнике во Владивостоке. И Юрий был вот участником этой команды. Это действительно очень серьезные успехи. Ну, Вадим Александрович в продолжении темы 14 января глава Минтруда Максим Топилин призвал не пугать россиян безработицей из-за роботизации. Он отметил, что появление новых цифровых платформ способствует увеличению числа рабочих мест. Казалось бы, все хорошо, но тем не менее нельзя отрицать тот факт, что через 2-3 года роботы будут вытеснять какие-то мелкие профессии, мелкие специализации. Вот, как Вы считаете, каких сотрудников можно безболезненно заменить на роботов или на машин? Ну, Вы знаете, я бы так, наверное, вопрос не ставил. Вот, заменить безболезненно. Наша идеология, вот ту, которую мы приняли на нашей кафедре, это попытка создать робототехнические системы, которые будут работать в сложных средах или в агрессивных средах. Ну, в частности, вот наш вектор – это подводная робототехника. Недавно мы участвовали на одной из конференций по подводной сварке. И возникает очень серьезный вопрос. Сколько минут может находиться водолаз под водой? Робот может находиться длительное время. Водолаз, определенные проблемы со здоровьем, определенные проблемы реакции на внешнюю среду. Поэтому вот здесь мы ставим вопрос таким образом, что мы не говорим, что мы готовы кого-то напрочь заменить. Мы на первом этапе, мы хотим дополнить. Мы прекрасно понимаем, что вот заменить сейчас человека, профессионального водолаза, невозможно. Но через 10 лет, возможно, через 10 лет, это будет прекрасное дополнение к работе водолаза, который не будет сам выполнять эту работу. Но он будет обучать робота на основе, опять же, подхода искусственного интеллекта. Может быть, корректировать его какие-то действия. Либо вообще контролировать его на берегу. То есть вот идеология наша такова. Может быть, она и схожа с призовом Топилина. Ну вот вы сказали, что роботы, они удобнее в том плане, что они выносливее человека. Но насколько я понимаю, робот работает по какой-то программе, по системе. Если человек может замерзнуть, то робота можно перепрограммировать. Ну как, условно, хакеры могут правильно перехватить систему управления. Неужели это не считается опаснее того, что человек может просто быть невыносливым? Вы знаете, и это тоже у нас предусмотрено, но у нас есть группа, которая работает по защите робота от внешнего влияния. Не просто хакеры, а, например, работа рядом с какими-то мощными источниками питания. Это все может воздействовать на систему управления. Поэтому у нас есть и эти наработки, и мы этот вопрос тоже рассматриваем. Ну, получается, обезопасили себя со всех сторон. Конечно, иначе мы не выигрывали бы гранты. Это прекрасно. Юрий, теперь вопрос для вас. Факт вытеснения некоторых профессий роботами подтверждает данный кривой аутера. Как представитель молодежи, как вы считаете, какие профессии сейчас находятся в приоритете? В приоритете как раз-таки профессии, которые помогут дополнять наших роботов. Например, информационно-технологические все профессии. Как раз-таки сейчас нужны люди, которые будут этим заниматься, которые будут их программировать, собирать, конструировать, продумывать. Я считаю, что IT-сфера сейчас очень перспективна. Не кажется ли вам, что работа робота, вот взамен человеческому фактору, она может немножко навредить проекту какому-то? Ведь человек, даже тот, который работает на заводе, все равно может вкладывать в свою работу часть какого-то творчества. Робот работает по четкой программе. Не пропадет ли вот какая-то человеческая изюминка в каждом проекте, если везде будут работать роботы? Как говорил Владимир Александрович, сейчас роботы получают интеллект. Поэтому, по моему мнению, я думаю, что роботы смогут вносить через некоторое время вот эту свою самую изюминку. Сейчас уже есть роботы, которые, искусственные интеллекты, системы, которые создают музыку. Свою собственную, как раз-таки, дают изюминку. Я думаю, что это будет именно потом во всех сферах. Как вы считаете, нужна ли роботу душа? Ну, какие-то эмоции? Или он должен просто выполнять вот свои указания, которые прописаны в программе? Смотря какие задачи стоят перед этим роботом. То есть, если это просто робот, который должен делать определенную работу на заводе, то, как таковая душа, ему, я думаю, не нужно. Вадим Александрович, вернемся к вашему проекту. Будете ли вы сотрудничать с Министерством обороны? Ведь водолазы, роботы, я думаю, что это, возможно, будет для них интересно. Вы знаете, да, это вопрос, который нас очень интересует. Мы свой проект представляли на одной из конференций руководству Военно-морского флота России именно в области водолазных работ. Ну, пока рассматривается, потому что понятно, что не так быстро человеческое сознание приходит к тому, что хороших специалистов можно заменить, ну, условно, скажем, на железку. Поэтому для решения таких серьезных, важных задач пока это не, ну, наверное, не вопрос сегодняшнего дня. Но, как я уже говорил, вот эта Олимпиада во Владивостоке по подводной робототехнике, она проходит под эгидой фонда перспективных исследований, который мы знаем, что основан на разработке перспективных исследований, ну, и в первую очередь для нашей оборонки. Поэтому, конечно, вот именно эта часть военная служба, она как раз проходит в условиях сложных, в условиях агрессивных средств. Ну, например, необходимо погружение водолаза, допустим, в Северном Ледовитом океане, да, холодной температуры. Поэтому, да, мы рассматриваем этот вопрос, и надеемся, что нам удастся вот на базе вот наших наработок получить еще какие-нибудь новые гранты для разработок. Юрий, такой весьма необычный вопрос. Не хотели бы вы пройти службу, да, в наших военных силах вместе со своим подопечным? С работой? Да. Было бы интересно. То есть вы рассматриваете этот вопрос? Ну, в принципе, да. Если как раз-таки проходить службу именно по своей сфере, то это перспективно, это действительно интересно. Ну, я, наверное, думаю, что есть такая еще вещь – научные роты. Вот это та вещь, которая вполне очень… Наши студенты, наверное, могли бы продолжать бы свое обучение уже где-то близко к реальным объектам Министерства обороны. Это было бы достаточно интересно. Расскажите, пожалуйста, какие новые проекты от СВГУ ждут нас в ближайшее время? Ну, вот эта идея управления человекоподобным роботом – это генеральная идея нашей кафедры информатики управления в технических системах. Но мы, как можно сказать, смотрим под воду. То есть мы хотим сделать таким образом, чтобы наш робот работал на больших глубинах. То есть на сегодняшний день, да, мы планируем где-то до 10 метров погружаться, но в перспективе наша задача – погружаться где-то на 200 метров, чтобы наш робот 200-300 метров спокойно работал. То есть вот если говорить о нашем коллективе, то мы пока движемся вот в этом направлении. И это весьма серьезные перспективы. Я уверена, что у вас все получится. И, безусловно, желаю вам удачи. Спасибо. Я просто обязана взять с вас слово, что как только ваш проект будет готов, мы первые увидим этого робота. Договорились. Спасибо огромное вам за беседу. Напомню, сегодня гостями нашей студии был профессор кафедры информатики и управления в технических системах Севастопольского государственного университета Вадим Александрович Крамарь и его ученик, студент вышеупомянутой кафедры Юрий Балашов. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». С вами была Дарья Гзюнова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова